Друзья, здравствуйте! Продолжаю рубрику «Ответ на вопрос», который вы задаете на нашем YouTube-канале и в Instagram. Первый вопрос. Богдан Дмитренко. Сергей, добрый день. Уже писал вам, хотел бы услышать ваше мнение. Подскажите, нужен ли дренаж под пленку для газов на водоем 1,5 или 8 метров глубины? Нужен ли газовый дренаж, я так понимаю? Дно будет испаться песком, мелким гравием, основа глина, песок под пленкой. Грунтовые воды 1,2 метра. Заранее спасибо за ответ. Удачи в следующих проектах. Спасибо, Богдан. Вам тоже удачи. Вопрос о газовом дренаже. Нужен ли газовый дренаж на пруду глубиной 1,5-1,8 метров? И можно ли обойтись без него, я так понимаю? Друзья, есть у нас видео о лайфхаке, по-моему, часть 2 или часть 1. Посмотрите, там вариант укладки мембраны. Да, можно уложить мембрану, таким образом, чтобы газы выходили. История такая, если вы проектируете пруд, то раздел о газоотведении должен все-таки быть. А если вы строите пруд, вы хотите сэкономить на этом, то нужно таким образом уложить мембрану, чтобы газы могли покинуть подэкранную зону. Для этого не нужно мембрану закапывать в анкерную траншею. Но по тех условиям производителя анкерная траншея вообще прописана. То есть пруд небольшой, требуется достаточно мощный пригружающий слой, чтобы он держал вашу мембрану. При этом геополотно подстилывающее закапывается в анкерную траншею, а мембрана не закапывается. И газы могут покинуть эту как бы зону при достаточном пригружающем слое. Посмотрите, это видео там указано. Мы часто так и делаем, например, небольшие пруды. Мы не строим газовый дренаж, но мы укладываем мощный пригружающий слой в виде камней, гравия или песка. И газы покидают подэкранную зону. Также, если пруды большие, желательно все-таки дно пруда с каким-то уклоном строить хотя бы сантиметр на метр в какую-то сторону. Либо односкатный уклон, либо вдоль пруда, для того, чтобы... Да, односкатный, а не двухскатный уклон. Для этого односкатный. Двухскатный будет ошибка, туда как раз газы и соберутся в центральную часть. Односкатный уклон по дну, чтобы газы при подъеме упирались в мембрану и могли мигрировать в какую-то сторону, в которую вы проектируете. Пригружающий слой не даст мембране приподняться, и газы уйдут. Пригружающий слой дна. Если у вас будет двухскатный профиль, то все газы соберутся в центр и будут поднимать вам мембрану. Даже при большом пригружающем слое. Газ поднимается, ему некуда деваться, и он потихоньку... А еще туда подтекает весной вода, и все это поднимать начинает у вас. У нас были случаи, когда пруды объемом 2,5 гектара, там газовый пузырь образовывался. Даже при устройстве газового дренажа образовывался площадью, скажем, 3000 квадратных метров пузырь под водой. И высотой метра полтора. Вот такие газовые пузыри, при том, что там насыпано 15-20 см пригружающий слой песка. Все это газ поднял. А там на глубине 7 метров почему-то прослойка торфа. Вот рядом строили дома, бурили, и на 6-7 метрах прослойка торфа. И они сваи пробивали эту органическую прослойку, и потом только заливали плиту на сваях строителям. Соответственно, мы устроили газовый дренаж, но торфяная прослойка дает огромный объем газов. И они в итоге собрались. Газовый дренаж при наполнении, при постоянном давлении воды, он тоже не особо работает на дне. Он же заполнен водой у вас, и работают только боковые части, поэтому односкатный профиль дна позволяет газом мигрировать в какую-то сторону и выходить. Это еще один момент для больших прудов. В вашем маленьком пруду, если вы насыпите 20 сантиметров или 15 сантиметров песка на дно, дадите односкатный профиль дна, чтобы газы упрались в мембрану, ушли в сторону и стали подниматься по вашим частям мембраны, то далее, если вы мембрану не закопали в анкетной траншеи, опять же, пригрузили камнями, как у нас в видео, показанном в лайфхаках, то газы покинут подэкранную зону, и у вас не будет проблем, и вам не придется строить дренаж. Я думаю, что по этому вопросу мы еще запишем, наверное, в видео у доски, это интересный вопрос, поподробнее зимой об этом, более развернуто, ну не зимой, может, через месяцок, как будет время, может, более развернуто покажем. Но, кстати, если нас смотрят строители прудов, начинающие, или даже кто давно строил, но хочет повысить компетенции, поднять уровень проектирования, оформления проектов, велкам в нашу школу, кстати, или ландшафтные дизайнеры. И там у нас один из полезных разделов, это вообще проектирование, как проектировать пруды, так, чтобы можно было их сдавать, вообще, оформление этих проектов. Велкам, мы там об этом мы рассказываем, в общем, более подробно, друзья. Ну, что ж, надеюсь, здесь все понятно. Следующий вопрос, какие требуем пруду для содержания белуги осетровых? Это мы зададим вопрос еще Антону, акваферма, поедем к нему в гости. Но, в целом, если так кратко, да, обычные требования, как для карпа, собственно говоря, 2-2,5 метра глубиной. Фильтрация. Не обязательно, если у вас неплотная посадка. Кормите для белуги. Белугу можно перевести на корм сухой, можно ей подселить мальков, там, карася, чтобы она питалась. Но для осетровых придется кормить кормом. Если у вас пруд в небольшой, то не планируйте кормить осетра тем, что у вас в пруду вырастет, там, бентасом, червячками и так далее, личинками. Вот этого вам не хватит. Обязательно корм. Хороший, качественный осетровый корм. И рассчитайте плотность такую, чтобы не делать водообмен, если у вас нет постоянного притока воды. Вот о плотности у нас есть отдельный тоже ролик, посмотрите. Также с каналом Акваферма мы говорили о плотности посадки рыбы в таких частных прудах. И сравнивали с плотностью посадки в УЗВ и почему посадка в прудах с меньшей плотностью происходит. При этом, кстати, белуга, если будет большая, то уже маленьких осетровых вы к ней не подселите, потому что она может их съесть просто-напросто. Третий вопрос. Насколько опасны корни растений в биофильтре с щебнем? Не пробьют ли? Друзья, у нас не пробивали, но вообще на канале Экопруд Андрей Андреевич говорил, что у него был прецедент. Прецедент. Корни тростника пробивали пленку. Но есть хиноплектус, камыш-озерный. По-моему, он не пробивает, у него мягкие корни. Ирис болотный, вряд ли будет пробивать. У него не такая мощная корневая. Рогоз все-таки ускалистный, надо посмотреть, может быть. Хотя, вот тростник и аир болотный, по-моему, мощная корневая. Но с этим надо разобраться. Я, честно говоря, у меня еще ни разу такого не было. Соответственно, мы не решали этот вопрос. Если вы боитесь, то, соответственно, просто простелите края мембраны до глубины 60-50 сантиметров. Глубже не надо. Туда корни растений водных не пойдут глубже. А простелите пленкой полиэтиленовое HDPE плотностью 1,5 мм или 1 мм. Вот эту пленку корни точно не пробьют. Постелите вторым слоем и сверху уложите ваш приближающий слой гравия. И вся любовь, как говорите. Это было три вопроса. Так, ну что ж, поехали дальше. Так, и следующий вопрос. Пользователь Андрей Дон. Андрей, здравствуйте, спасибо за вопрос. Так вот, возникает другой вопрос. А время ли для рыб осадок на дне трехвалентного железа? И как этот осадок нейтрализовать? Можно ли помочь микрозим, понтрит или другие препараты? И надо ли использовать вообще препараты? Друзья, нет. Трехвалентное железо окисляется. И осадок это уже окисленное железо. И, собственно, нет проблем. Дайте просто аэрацию, если вы только налили пера в пруд. Проверируйте его. Железо окислится. И, собственно говоря, нет проблем. И осядет у вас на дно. Просто если бывает очень много железа, такой ржавый осадок. И все, рыбе это уже безвредно. Следующий вопрос. Посоветите, пожалуйста, для пруда с рыбой площадью по зеркалу 100 метров квадратных. Объем 150 кубометров. Сколько окиносос нужен для обеспечения циркуляции воды через фильтры? Сколько их поставить? И сколько поставить ультравильных ламп? Если можно. Посоветите марки производителя. И какой лучший компрессор для аэрации? Так, да. Объемчик вопрос. Три вопроса сразу. Значит, объем 150 кубометров. При неплотной посадке рыб обеспечит хотя бы трехкратный объем. 450 кубометров воды в сутки. При отсутствии рыбы два объема. Полтора-два объема. 200-300 кубометров в сутки. Можно и больше. Чем больше оборотка воды будет через систему фильтрации, тем лучше. При том, что если вы будете фильтровать. Ультрафильтовую лампу используйте помощнее. Если вы говорите о недорогих, то какую-нибудь китайскую лютрафильтовую лампу мощностью 75 ватт. Таких ламп на ваш пруд, я думаю, нужно минимум две. Минимум. Больше, пожалуйста. На каждую насос по одной лампе. Иногда пруд небольшой. И там, например, один у нас только насос. Мы ставим две лампы. Уж выжигать, так выжигать одноклеточные водоросли. Потом вы их улавливаете фильтрами. Об этом у нас есть видео. И с колготками, и без колготок. И с пригружающим слоем. А с биозагрузкой. И просто фильтры китайские или немецкие. Конечно, посмотрите наше видео с недорогим фильтром. Это эффективный фильтр. У нас в видео мы не добавили в него ультрафиолетовую лампу. Потому что пруд очень большой. И у нас не стоит задача выжигания одноклеточных водорослей. Мы там даже заселяем постоянно хлореллу. Потому что запредельный объем рыбы в пруду. Никто не меняет воду в пруду. И он очень-очень зеленый. Мы, надеюсь, будем его реконструировать. И что еще я хотел сказать. Да, и получается, что две лампы минимум ультрафиолетовых мощь 75 Вт. Ну, есть, конечно, расчетная формула. Сейчас я уже не вспомню. Нужно поднимать бумаги. Но мы обычно это все еще X2 делаем. Умножаем все эти рекомендации. Поэтому, если вы на ваш пруд 150 кубометров поставите три насоса, три лампы и три фильтра для очистки, то это будет лучше. Еще лучше четыре. Давайте считать. Если у нас мы берем, например, насос китайский объем 20 кубометров. Это все вранье. Он столько, конечно же, не выдает. Мы это все с вами понимаем. Мы предположим, у него 15 номинал. С потерями это будет 10-9 кубометров. Если все правильно сделать, предположим, потери составят 30%. Ну, в общем, мы берем 10 кубометров. Этот насос вам выдаст. Хотя он, скорее всего, что-то около 8-9 кубометров в час. Ну, для простоты расчетов мы предполагаем, что это 10. Вы ставите три насоса по 10 кубов, выдающих в час. Это 30 кубов в час. Это на 24 часа 750 кубов. Друзья, нормальная уже история. Пятикратная почти оборотка у вас. Но, может быть, если все-таки насосы, как я говорю, китайские, врут и рассчитать потери более адекватно, то значит, будет, я думаю, 4 оборотки, предположим, в сутки. Это уже хороший показатель. И на каждый насос по лампе 75 ватт и по фильтру. И все это улавливаете и чистите. И у вас получается оборотка 4 объема в сутки. Если у вас рыбы больше, но сделайте 4 насоса, пускай будет у вас 5-6 объемов в сутки воды прогоняется в пруду. Чем больше, тем лучше. Если пруд у вас небольшой, кубов 40, высокая оборотка вам даст прозрачность воды высокую. Чем больше вы... Это как аквариум, друзья. У нас есть канал... У нас есть видео с Георгием, кто разводит для себя Карпов Коя, канал Раритет Планс. Зайдите, очень интересный канал, очень интересное видео о Карпах Коя у него на канале. У нас тоже есть видео с ним. Мы достаточно подробно это все рассказываем и показываем фильтры. Вот эффективнейшие фильтры, которые можно сделать самому, добавим только мощные ультрафлетовые лампы. И ламп много не бывает, как говорится. Если вы не строите систему биоплато, то большая оборотка воды, мощность достаточно мощной ультрафлетовой лампы и регулярная очистка фильтров и ламп. Каждый, друзья, месяц лампу нужно протереть раствором лимонной кислоты, потому что налипает на них налет, и у вас уже ультрафлетовое излучение сокращается. И лампу нужно ежегодно менять. И что ж, друзья. А, компрессоры. Компрессоры фирмы Hiblow. Они не поршневые, а я забыл, как следующий термин называется. В общем, они очень долговечные, но не глубже, аэрационный модуль закладывается не глубже, чем на 2 метра. Если у вас пруд большой, 5 метров, вы хотите на 3,5 или на 3 метра поставить аэрационный модуль, это может быть поршневой компрессор. Немецкие мы пока такие не покупали, они, наверное, дорогие. Китайские стоят 1015. Но мы обычно используем Hiblow. Аэрационный модуль мы устанавливаем не глубоко, до 2 метров. У нас зимний вариант 1,50 метра, летний вариант на полуметровой глубине. Точнее, наоборот, зимний на полуметровый, летний на 1,50 метра. И компрессор японский Hiblow работает просто годами, не останавливаясь. По 10-12 лет может отработать, не выключаясь практически. Ну вот, собственно говоря, друзья, если китайский, то Hi-Ace, по-моему, фирма очень качественная. Hi-Ace, если я правильно прочитал на память. Они в 4 раза дешевле. Hiblow, ну, это для китайцев реально очень-очень даже неплохой продукт. Хорошие компрессоры. Для вашего пруда 100-150 метров достаточно компрессор 80, по-моему, литров в минуту дает воздуха. Или 100. Вот 100. Больше не нужно. Если рыба большой плотностью посадки, то Hi-Blow 200. Возьмите и несколько эволюционных модулей. Диаметр есть 300 миллиметров. Если, опять же, мощный, ну, вам посоветуют, будете покупать, вам скажут. Здесь, например, два модуля диаметром 300 миллиметров, если у вас компрессор 200. То есть, сотый компрессор вам посовет 1 модуль 300 миллиметров или 1 модуль 230 миллиметров. Но это все можно в магазине по оборудованию можно купить. И у нас есть, кстати, ролик из магазина. Зовут владельца магазина Иван. Посмотрите наши ролики о скиммерах, а также, по-моему, о компрессорах там есть. И у нас есть там ссылка и описание. Можно заказать у Ивана с доставкой. У него интернет-магазин. И он, по-моему, даже отправляет по всей России. И он консультирует. Он хороший специалист, друзья. Поэтому обращайтесь. Вас там проконсультируют. И можно купить. Если это Москва, то это между... Это на Рябиновой улице находится у него магазин. Ну что ж, друзья. Недалеко от МКАДа. Блоксин, прощаюсь. Оставайтесь с нами. Мы остаемся с вами. Строим пруды правильно. Но самое главное, друзья. Радуемся жизни. Это самое главное. И я традиционно, друзья, желаю всем добра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова